Синдром хронической усталости. Нутрициолог рассказала, что есть, чтобы восстановиться. Истощение надпочечников или синдром хронической усталости, в последнее время считается, что это неправильная интерпретация внутренних процессов, рассказала Надя Андреева, нутрициолог с 10-летним опытом. В своем инстаграм она дала четкие рекомендации по выходу из этого состояния. Возможные тесты по состоянию надпочечников, кортизол, в течение дня по слюне, дегай и пролактин. Но не спешите ставить диагноз самостоятельно, лучше обратиться к врачу, посоветовала Надя. Надпо-очечники, лат, гландал и сопрореналос, парные эндокринные железы, расположенные над верхней частью почек позвоночных животных и человека. У человека расположены в непосредственной близости к верхнему полюсу каждой почки. Играют важную роль в регуляции обмена веществ и в адаптации организма к неблагоприятным условиям. Реакция на стрессовые условия привела Надя объяснение для тех, кто плохо знаком с анатомией человека. Что будет полезно в любом случае? Практики для восстановления. Снижение стресса и его восприятия. Йога-нидра, минимум три раза в неделю. Фокус на радости и благодарности, например, три благодарности утром, когда чистите зубы и или перед сном. Мягкие физические нагрузки, которые не вызывают стресс. Полноценный сон, отбой не позднее 22 часа 30 минут, темная прохладная, комната, без синих экранов перед сном. Сбалансированное питание, обязательно включайте хорошие углеводы. Корнеплоды, бобовые, такие крупы, как амарант, гречка, киноа, с достаточным количеством качественных белков и жиров. Примерное распределение каш, 3 четвертых разовое питание. Углеводы 150 граммов равно 600 килокалорий. Белки 80-90 граммов равно 320-360 килокалорий. Жиры 80 граммов равно 720 килокалорий. Калории 1700-1800 килокалорий. Используем простые формулы расчет бжу. Белки 90 граммов. Углеводы 152 грамма. Жиры 80 граммов. Калории 1790 килокалорий. Например, завтрак, отварные яйца с овощами, пшеном и маслом коги, сверху водоросли. Обед, чечевица с диким рисом, овощами и салатом с кунжутными семечками и лимоном. Ужин, запеченные корнеплоды и кабачок с тыквенными семечками и рыбой, посыпьте зеленью, посоветовала нутрициолог. Напомним, нутрициолог рассказала, так ли полезен завтрак, как все привыкли думать.